Юля Гаврильна прокомментировала расставание с Даней Милохиным. У Маруси и Махи предварительно подтвердился коронавирус. Егор Шип ответил подписчице, что ни за что не вернётся к Вале. Британского блогера захейтили из-за его пластических операций. Всем привет! Это канал Окблогер. И сейчас я расскажу самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Но реально подпишитесь, если вы этого ещё не сделали. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! В ТикТоке ежедневно появляется масса новых блогеров, а старенькие же либо сдают позиции, либо становятся ещё круче. Топ русскоязычных ребят сейчас выглядит так. Первое место Кирилл Колесников. Со своими пранками и соцроликами парень набрал больше 31 миллиона подписчиков. Следом за ним идёт Лиза Анохина с необычными макияжами и мимикой почти 26 миллионов. И до недавнего времени третье место занимала Дина Саева с 22 миллионами. Её сместила участница казахского ТикТок дома Йоло Хаус Алина Хома. Последние ролики девушки залетали в глобальные рекомендации, набирая по 10 миллионов и даже есть ролик с почти 70 миллионами просмотров. У неё появились фанаты по всему миру, которые ежедневно прибавляют профили сотни тысяч новых подписок. Сейчас у Хомы 24 миллиона, но думаю у неё есть потенциал стать самым большим ТикТокером в СНГ. После Махи в Дрим Тиме пожаловалась на своё самочувствие и Маруся. Ночью у девушки также поднялась температура и появилась слабость. Из-за того, что девочки контактируют с большим количеством людей, они сразу же изолировались в своих комнатах. А также решили пройти экспресс-тесты на корону. Положительный результат и у Махи, но этот тест может быть ошибочным, поэтому сегодня к ним приедет брать мазок специальный врач. Для Махи это неприятные новости не только из-за нахождения в одиночестве. Но и из-за нарушившихся планов по празднованию дня рождения. Девушка планировала даже пригласить рэпера Дрейка и, несмотря на свою болезнь, всё равно ждёт его в гости. Маруся же за пару часов до ухудшения состояния снимала ролики с Тёмой, Ветерфорком и Левским. Ребятам теперь тоже нужно будет временно уйти на самоизоляцию и сдать тесты. А у Тёмы сегодня, кстати, день рождения, ему исполняется 20 лет. Пожелаем просто здоровья, сейчас это самое важное. Диана, смотря как за ней ухаживает Фогель во время реабилитации, похоже, влюбилась в него ещё сильнее. Под их совместными фотками, где она пообещала сделать ему предложение, не набралось ещё необходимый миллион лайков. Но в историях Ди всё равно называет его самым красивым мужем. А вот Фогель, который снова уехал, постит истории, что ему не хватает её рядом. Диане, кстати, наконец-то прислали кадры с их совместной фотосессией с Даней Милохиным в стиле Джокера. По-моему, получилось очень ярко и стильно, и ребята не зря всё это затеяли. Катя Голышева, которая недавно объявила о закрытии крысиных расследований на своём YouTube-канале, начала активную работу над новым шоу. Девушка хочет делать формат, которого ещё нет в интернете, и поэтому ей пришла интересная идея. Она будет приглашать профессиональную гадалку и какую-то звезду, у которой они будут выманивать самые сокровенные тайны, интересующие всех зрителей. Моё шоу будет называться «Что скажут звёзды?». Буду сидеть я, будет сидеть гадалка и гость. Гость будет задавать вопросы, которые интересуют его. Ну и, конечно же, я буду задавать свои вопросы, которые хочу узнать об этом человеке. Как вам такая идея от Кати? Пишите своё мнение в комментарии, обязательно всё прочитаю. Настя Ивлеева после большой проделанной работы с влогом «Блогеры и дороги» решила отправиться в отпуск. Со своей компанией она улетела в столицу Италии, город Рим, в котором мечтала побывать ещё в прошлом году, но всё оборвалось из-за ковидных ограничений. Девушка уже успела посетить Колизей и даже доехать до Ватикана, где обитает тот самый Папа Римский. По невероятной случайности, в эти же дни в Риме находится и Ким Кардашьян. Настя решила попытать счастье и через историю предложила ей где-нибудь встретиться. Ким Усь, Заюш, я знаю, что это время, как бы немного кто сейчас время, да, а мы с тобой две успешные, продуктивные, невероятные девушки в одном городе. Я считаю, что нам нужно встретиться, нормально уже познакомиться, пообщаться. Ивлееву, конечно же, поддержали подписчики и забросали все комментарии Ким отметками её аккаунта. Она на это пока никак не отреагировала, но наверняка заметила такую большую активность в профиле. Вчера состоялась премьера клипа на песню «Мальчик на девятке», в котором главную роль сыграла Лина Луна. Она предстала в образе молодой девушки из 90-х, за которой ухаживает мальчик её же возраста и уже взрослый мужчина из криминального мира. Короче, всё, как поётся в песне. Больше всего Лина боялась реакция аудитории, так как это её первый опыт, а клип наверняка посмотрит очень много людей. Но полистав комментарии, можно сказать, что она явно зря нервничала. Зрители пишут много позитивных оценок, и им точно зашло то, что в итоге получилось. Прошло только два дня, как Юлия Гаврильна уехала в рабочую командировку для съёмок нового шоу для телеканала ТНТ. По условиям проекта ей нельзя носить с собой телефон, и взять его в руки она может только под вечер, когда появляется свободное время. Ребята, привет. Сегодня это первый раз, когда я взяла в руки телефон. Я живая. Больше похвастаться нечем. Это первая такая долгосрочная поездка Шпульке, что очень сильно повлияло на её эмоциональное состояние. Похоже, что она сильно привязалась ко всем ребятам из хайп-хауса и шлёт им скучающие сообщения вся в слезах. Заир попросил всех фанатов поддержать девушку в этот трудный момент, чтобы Юля чувствовала, что даже за этот месяц отсутствия её точно не забудут и очень ждут. Шпулька, кстати, на своём дне рождения прокомментировала ситуацию со своими отношениями. Девушка сказала журналисту, что пока точно не может сказать, свободно ли её сердце или нет. Твоё сердце сейчас свободно или нет? Не могу сказать. Я не знаю сама. Это как так? Влюблена? Я не знаю, честно. Такие... Я не знаю. Ты хочешь, чтобы я заплакала? Ладно, не продолжаем сегодня день рождения всё-таки. По сети разлетелась история буллинга британского блогера Оли Лондона. Парень является ярым фанатом корейской кей-поп-группы BTS, а конкретно одного из их участников – Чимина. Оли решил не только подражать его стилю и повадкам, но и стать полноценной копией. Всё, что вы сейчас видите на экране – это результат 18 пластических операций, которые он пережил за последние два года. А вот так он выглядел до них, разница просто огромная. Хейджи в его сторону начался не из-за внешности, а из-за последних высказываний. Парень сделал типа каминг-аута и заявил в официальном обращении. «Я страдал из-за проблем самоидентификации. Теперь я могу быть собой, потому что я наконец-то кореец». Это посчитали расизмом и попытками нажиться на чужой культуре. Оли потерял все рекламные контракты, от него отписываются люди, а также льётся масса негатива. Возможно, всё это вам покажется бредом, но на Западе подобные обвинения стали нормой. Таких историй сейчас крайне много и наверняка станет ещё больше. Егор Шип вчера на радость всем фанатам их пары с Валей Карнавал решил поотвечать на вопросы в комментариях. Сначала он написал, что любит бандитку как родную мать, но это явно было просто сарказмом. А на просьбу вернуться к ней ответил «Если другого варианта нет, то я готов умирать». Ну и добил Егор сердечки всех шиперов фразой, что возвращение к Вале будет самым последним делом в его жизни, то есть самым неважным. Перед тем, как вы напишите, какой он плохой и просто хайпит, подумайте, для чего Шип это сделал. Предположу, что ему надоело видеть нескончаемые вопросы только про Валю. Этими жёсткими ответами парень ещё раз хочет донести, что прошло уже больше года. Они давно расстались и никаких отношений точно никогда больше не будет. Возможно, ребята когда-то помирятся и начнут общаться как друзья, но и на это шансов пока не так много. Тут вот есть ещё парочка роликов с новостями, которые вы, возможно, не успели посмотреть. Но советую перейти на них, они тоже очень крутые. А на этом всё, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok